Варикоз не только портит внешний вид ног, но и вызывает дискомфорт и боль, мешая наслаждаться жизнью. Множество мифов и заблуждений окружающих это заболевание только усугубляет ситуацию, приводя к неправильному лечению и ухудшению симптомов. В нашем видео мы развеем популярные мифы о варикозе и поделимся проверенной информацией, которая поможет вам улучшить состояние вен. Мы также рассмотрим распространенные ошибки, которые приводят к ухудшению нашего состояния. А в конце видео мы расскажем про упражнения, которые значительно усилят эффект от вашей терапии варикоза, помогая вам вернуть легкость в ногах и радость движения. Топ-5 заблуждений о варикозе, которые ухудшают ваши вены каждый день. Многие из нас слышали о варикозном расширении вен, но вся эта информация окружена мифами и непроверенной информацией, которая не только мешает лечению, но и ухудшает состояние вен. Позвольте развеять эти заблуждения. Заблуждение первое. Люблю высокие каблуки, они не влияют на варикоз. Каблуки создают дополнительную нагрузку на ваши вены. Отказываясь хотя бы время от времени от любимых туфлей ради обуви на низкой подошве, вы сможете значительно снизить риск развития варикоза. Заблуждение второе. Занятия спортом только ухудшат мои вены. Активный образ жизни и упражнения ваши лучшие друзья в борьбе с варикозом. Конечно, избегайте чрезмерных нагрузок, но умеренная физическая активность улучшит кровообращение и укрепит венозные стенки. Заблуждение третье. Варикоз появляется только на ногах. Хотя варикозное расширение вен чаще всего затрагивает нижние конечности, варикоз может развиться и в других частях тела, включая пищевод, матку или область таза. Заблуждение четвертое. Массаж может вылечить варикоз. Хотя массаж улучшает кровообращение и может облегчить некоторые симптомы, он не может исправить уже поврежденные венозные клапаны и, если выполняется неправильно, может наоборот навредить. Заблуждение пятое. Варикоз – это всегда наследственное заболевание. Генетика играет роль в развитии варикоза, но это не единственный фактор. Образ жизни, профессия, гормональный фон и факторы окружающей среды также могут влиять на развитие варикозного расширения вен. Что нельзя делать при варикозе? Вы стараетесь следить за здоровьем ваших вен, но варикоз продолжает доставлять дискомфорт. Может быть, дело в повседневных привычках, о вреде которых вы даже не подозреваете. Давайте разберемся, какие действия стоит исключить, чтобы не усугубить состояние варикоза. Пренебрежение компрессионным трикотажем. Компрессионный трикотаж не для меня, скажете вы. Но это первый помощник в поддержке ваших вен. Отказ от него – это как отказ от зонта под дождем. Игнорирование регулярных перерывов на движение. Если ваш образ жизни подразумевает долгое сидение или стояние, а вы пропускаете перерывы на разминку, ваши вены страдают. Кровь застаивается, усиливая симптомы варикоза. Злоупотребление солярием и чрезмерным загаром. Любовь к загару может обернуться проблемами, ведь ультрафиолет ухудшает состояние кожи и способствует прогрессированию варикоза. Пренебрежение здоровым питанием. Продукты, богатые солью и жиром, способствуют отекам и увеличению нагрузки на сосуды. Правильное питание – залог здоровья вен. Игнорирование водного баланса. Недостаток воды в организме приводит к сгущению крови, что усугубляет варикоз. Употребление достаточного количества жидкости поможет поддержать здоровье вен. Использование горячих ванн и саун. Высокие температуры могут вызвать расширение вен, что усиливает застой крови и ухудшает симптомы варикоза. Избыточный вес. Ожирение оказывает дополнительную нагрузку на вены, увеличивая риск развития варикоза. Разгладьте свои вены. Мощная настойка, которую вы можете сделать прямо сейчас. Представляем вашему вниманию рецепт настоя листьев брусники, которая благодаря своим уникальным свойствам может оказать поддержку вашим венам. Брусника известна своими противовоспалительными и укрепляющими сосуды эффектами, что делает ее хорошим средством лечения варикоза. Сделать этот настой проще простого, и вы можете начать уже сейчас. Вам понадобится Листья брусники – 20 грамм. Вода – 600 миллилитров. Приготовление. Вскипятите воду. Залейте листья брусники. Накройте крышкой и дайте настояться 5 минут. Процедите. Принимайте настойку по 200 миллилитров трижды в день. После регулярного приема этого средства на протяжении двух недель вы заметите уменьшение отеков, улучшение цвета кожи и общее укрепление вен. Однако учитывайте, что это народный метод, который не основан на рекомендации ВОЗ и не является научно доказанным. Поэтому прежде чем начать использовать любые народные средства, важно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они подходят для вашего здоровья и не вступят в нежелательное взаимодействие с другими препаратами. Забудьте о компрессионных чулках. Упражнения и привычки, усиливающие эффект настойки. Компрессионные чулки – это классическое решение. Но они не всем удобны и порой даже вызывают раздражение. Для достижения максимального эффекта от других методов лечения варикоза мы предлагаем вам включить в свою повседневную жизнь специальные упражнения и привычки, которые помогут укрепить венозные стенки и улучшить циркуляцию крови. Подъемы на носках. Встаньте ровно, медленно поднимайтесь на носки и опускайтесь обратно. Повторяйте по 15 раз за подход дважды в день. Велосипед. Лягте на спину. Поднимите ноги и имитируйте кручение педали велосипеда. Выполняйте это упражнение в течение 5 минут ежедневно. Ходьба на месте. Поднимайте высоко колени, стоя на месте, минимум 5 минут в день, чтобы стимулировать кровоток в ногах. Избегайте длительного сидения или стояния. Если ваша работа требует длительного сидения, вставайте каждый час на несколько минут. Если же вы много стоите, постарайтесь периодически подниматься на носки или переминаться с ноги на ногу. Подняйте ногу вверх. Лежа поднимите ноги вверх и поддерживайте их в таком положении, опираясь на стену или подушки, в течение 10 минут в день. Применяя эти упражнения в сочетании с настойкой из брусники, вы усилите эффекты лечения, ускорите процесс восстановления вен и улучшите кровообращение.